Средства денежные, которые выделяются на государственную программу управления государственным имуществом, федеральным имуществом, явно недостаточны. И пока мы не наведем порядок с государственной собственностью, до тех пор у критиков, у наших либеральных, будет основание говорить, что вот разбазаривается, бесконтрольно управляется собственность. Чтобы она управлялась эффективно, для этого нужно ее правильно оценить, поставить на учет, поставить грамотных управляющих и над ними контролировать народный и жесткий народный контроль. Это позволит развеять миф о том, что частная собственность эффективнее, чем государственная. Во-первых, забывается о кооперативной собственности, трудовой собственности, собственности трудовых коллективов, которая еще более эффективно распоряжается. И к тому же, все зависит от управления. Там, где есть толковые, профессиональные управленцы, руководители, там предприятие с государственным участием гораздо эффективнее, чем любые частные. И поэтому мы надеемся, что наши решения в корпоративной политике, в корпоративном законодательстве приведут к повышению эффективности управления государственной собственностью. Это важнейшая задача. Но, кроме того, мы считаем, что должны быть резервы, которые стоят с государством на следующий год, они должны расходиться не в августе следующего года на небольшое повышение заплаты бюджетникам и пенсии, а расходятся уже сейчас. В условиях инфляции нужно уже сейчас резко повысить уровень оплаты бюджетников, повысить пенсии, а для этого деньги в стране есть. В том числе деньги, которые сейчас у нас за рубежом складываются в резервных фондах и в резервных фондах внутри страны, так и средства, которые мы могли бы получить в случае национализации, как говорил Геннадий Андреевич Зюганов, минеральной сырьевой базы. Деньги есть в стране, и они должны быть направлены на помощь тем, кто нуждается больше всего, кому нужна помощь больше всего. Это многодетные семьи, это пенсионеры, это врачи-учителя. И вторая задача, на которую у нас должно хватить средств, это на серьезное, не лозунговое, а серьезная модернизация той части промышленности, от которой зависит выживаемость страны в 21 веке. Это авиация, это космонавтика, это станкостроение.